Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Если девушка с симпатичным мужчине, то он настраивается на встречу с ней. Например, девушка говорит, я приду, не на любовную встречу, а так к голову. То ждет ли встречу мужчины? Женщины, допустим, ждут встречу с нетерпением, если мужчине нравится, а мужчине... И еще, если он, например, настраивается и ждет, а у нее возникла уважительная причина и не пришла, то это выглядит как плюс к тем, кто хочет любить себя мужчинами. Ввиду, такая схема сработает в пользу женщинам. Нет, не сработает, потому что то, о чем, например, вы говорите, это очень сильно похоже на, в общем-то, манипуляцию. И самое главное, что здесь нужно понять то, что вы теряете такую важную вещь, как элемент близости, элемент искренности. То есть вы обманываете в этом смысле себя, вы обманываете в этом смысле другого человека, и в итоге отношения устраиваются по принципиально деструктивной модели. Как правило, за такой стратегии скрывается, во-первых, высоко формализованная модель общения, в том числе и в том числе, в том числе, в том числе, взаимодействия с человеком, что автоматически вводит реальную реализацию. серьезных ограничений на такое общение, на такую коммуникацию, вот потому что получается, что в общем-то все сводится только к взаимодействию, если можно так выразиться полов, то есть к гендерному взаимодействию все сводится таким образом. Вот, это в общем-то существенно обесценивает личность, как личность самого партнера вашего, вот так это обесценивает и вам тоже. Кроме того, кроме того, вы делаете достаточно серьезную, как мне кажется, ошибку в том, что обобщаются. То есть, вот элемент, такой элемент обобщения, он очень сильно сажает ваш уровень восприятия себя и партнером. То есть, что значит, вот женщины ждут, да? Например, с моей, допустим, точкой времени, я думаю, что с точки времени много. Многих коллег хочется верить и надеяться, вот, ждать кого-то, равно как и настраивать, настраиваться на встречу, это история не хорошая с точки зрения поведения. Вот. Потому что происходит отход от, так скажем, себя. Вот. Происходит отход от своей природы, от своих эмоций, да? От своих, так скажем, чувств. Вот. И человек уже начинает когда он чего-то ждет, начинает ожидать, начинает ожидать чего-то. Вот. И я бы не сказал, что ожидание чего-то, это хорошо. хорошо. Потому что, извините, но когда человек чего-то ожидает, да? Когда человек чего-то ждет. За этим, в общем-то, практически всегда следует разочарование. За этим практически всегда следует, ну, неоправданные, неоправданные какие-то ожидания, да? Какие-то надежды. Вот. И, в общем-то, все это приводит к негативу только лишь. Вот. Поэтому я бы в этом смысле не стал бы как-то вот делать ставку на то, что кто-то будет, ну, кто-то будет вас ожидать, например, да? Я бы не стал делать ставку на то, что, ну, будут ожидания по отношению к вам, например, со стороны, значит, партнера. Потому что эта позиция ведет нас в странный достаточно мир, когда мы общаемся и взаимодействуем, а не с реальным человеком. А когда мы общаемся и взаимодействуем с тем, кого мы сами себе вот как-то придумали и, ну, сами себе нарисовали. Ну, вот. Понимаете, понимаете, да? Поэтому тут важно в это не уходить. Потому что все-таки общаться, ну, на мой взгляд, по крайней мере, общаться нужно все-таки по возможности с живыми людьми, вот. С живым человеком ни в коем случае не с выдуманной личностью, а то, что вы говорите, это все-таки больше история именно про общение взаимодействия с выдуманной личностью. Кроме того, вызывают вопросы то, что вы хотите, грубо говоря, ну, мужчину, как вы говорите, опять же, да, влюбить в себя. На мой взгляд, это вот такая достаточно серьезная проблема, потому что что значит влюбить в себя, да? Как можно в себя влюбить, да? Влюбить в себя можно только через некий такой вот нарисованный образ, да? То есть, когда вот я создаю образ, значит, ну, свой собственный образ, вот, в меня, соответственно, влюбляется, вот, и, значит, из-за этого как бы происходит. Происходит из-за этого как раз то, что можно назвать, ну, серьезными отношениями. На самом деле это не так, на самом деле это очень большой, ну, довольно серьезный такой вот самообман, потому что ни в коем случае не происходит этого, ни в коем случае не происходит. А, значит, построение серьезных отношений, наоборот, наоборот, совершенно происходит, ну, происходит полностью обратная история. Вот, то есть происходит история, при которой люди вступают в отношение так называемой иллюзии, то есть вот этот самый образ как раз возникает тут. Вот, и как только образ начинает, ну, распадаться, да, то есть как только образ начинает как-то, ну, допустим, видоизменяться, да, вот. А это так или иначе происходит, так или иначе это происходит, по-другому, по-другому вообще просто не может быть, то и отношения, собственно, тоже начинают распадаться. В этом смысле, в этом случае, вот, поэтому, вот, если мы говорим о том, чтобы кого-то себя бля-блять, да, то мы говорим о том, чтобы создать у человека вот такой ложный обувь. Зачем же все эти вещи нужны, да, то есть откуда все эти, вот, тенденции к, например, обобщению, да, откуда, видите, тенденции, значит, к, ну, продумыванию схем и прочее, да, вот откуда это все, откуда это все. На мой взгляд, это все происходит из-за страха, ну, в первую очередь, из-за страха, ну, близости, в первую очередь, что-то происходит. То есть, если человек, да, в себе не уверен, если человек в себе сомневается, если у человека, вот, занижена, скажем так, самооценка, вот, то возникает потребность вот в таких, ну, в таких моделях победили. Вот, там, только так можно достичь, значит, ну, только так можно достичь желаемой цели, при этом не поставив, значит, себя под угрозу. Ну, совершенно понятно, что результатом, вот, такого взаимодействия, да, становится высокоформализованное общение. То есть, общение, в котором люди, скажем так, они общаются друг с другом, они взаимодействуют друг с другом, исключительно, вот, в рамках какой-то своей сферы личности. Когда, как? Другие сферы личности оказываются не востребованы, вот. Понимаете, да, в чём здесь опасность. И, в общем и целом, мне бы хотелось серьёзно предостеречь вас об подобной модели поведения, потому что ничего хорошего для человека в этом нет и быть не может. Тут можно, конечно, говорить об изменениях, то есть это совершенно точно, что мы можем говорить об изменениях, мы можем говорить о том, что вам необходимо менять свой подход к себе, то есть к себе как личности, да, потому что на себя вы смотрите достаточно здесь узко. И необходимо потихонечку, если вы хотите выстраивать отношения здоровые, если вы хотите выстраивать отношения искренние, где у людей, ну, у человека, у людей, да, был бы шанс на то, чтобы, в этом смысле, как-то быть счастливым, вот, то вы движетесь, движетесь, но вот, к сожалению, совершенно не туда, совершенно не туда и совершенно не в ту сторону вы движетесь. Вот. Я должен вам сказать об этом. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Прикодец.